Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ТУВА-24. С вами я, Мерген О'Юн. Коротко о главном. Глава ТУВА Владислав Хабылых поздравил родителей первого, родившегося в 2024 году у ребёнка. В региональном правительстве состоялось первое аппаратное совещание в наступившем новом году, о чём шла речь. В республике к разному ню шага стартовал сбор гуманитарной помощи военнослужащим на СВО. Сегодня началась первая рабочая неделя после долгих новогодних выходных. Целых 10 дней россияне отдыхали. В стране и в нашем регионе за этот период произошло немало приятных событий. Традиционно глава ТУВА Владислав Хабылых поздравил родителей первого, родившегося в 2024 году у ребёнка. Также министр дорожно-транспортного комплекса республики подарил подарки первой выписавшейся из роддома семье. О том, кто родился первым и во сколько, расскажем в сюжете далее. Уже с приближением Нового года в родильных домах республики все задаются вопросом, кто первый родит в новом году, а также кто родится первый, мальчик или девочка. В 2024 году первый ребёнок у нас родился в перинатальном центре в 0,00 часов в 0,01 минуту. Девочка весом 3,9 кг. Она родилась четвёртым ребёнком в семье. Уже на следующий день поздравить первого ребёнка, родившегося в Новом году, приехал глава ТУВА Владислав Хабылых. Он поинтересовался состоянием малышки и матери. Поговорил, поздравил и, конечно же, подарил подарки. Это коляски и детская кроватка. Мы вместе с папой хотим назвать её Оэлун. Это имя означает имя матери Чингисхана. Также сегодня, 1 января, из перинатального центра выписывается первый новорожденный ребёнок, который родился 26 декабря. Это мальчик. Перерождение весил 3,5 кг. Родители – студенты. Молодая пара из села Байхак Тандынского района. Поздравить с выпиской молодую семью пришли представители Министерства дорожно-транспортного комплекса ТУВА. Поздравили, пожелали всех благ, здоровья и крепкого здоровья малышу. И вручили автолюльку. Мы не должны забывать о мерах пассивной безопасности. У нас Республика Колёсная. Сейчас родители поедут домой в район, в Тандинский Тважун, село Байхак. В Туве в течение первого часа Нового года родились пятеро детей. Три мальчика и две девочки. Все они появились на свет в перинатальном центре Республики. По словам врачей, все роды были своевременные и без осложнений. В Туве встретили один из главных праздников православных верующих – Рождество Христово. Традиционно в ночь с 6 на 7 января в Воскресенском кафедральном соборе прошла Божественная Литургия. 7 января христиане всего мира отмечают один из самых главных праздников – Рождество Христово. В честь этого дня глава Тувы Владислав Хавалы в своем блоге поздравил православных жителей Республики. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Мы храним традиции и обычаи нашей многонациональной страны, где празднование этой даты веками является частью культурного наследия. Рождество – это также время семейного тепла, встреч с родными и дорогими людьми. Пусть этот праздник принесет вам и вашим близким самые светлые и радостные эмоции, наполнит сердца взаимопониманием, благополучия, счастья и успехов. Воскресенский кафедральный собор города Кызылы собрал под своими сводами верующих со всей республики. Ночную божественную литургию восклавил кульчарь Воскресенского кафедрального собора отец Анвросий. В этом я налю и стану призамитной любовь Божьей, чтобы получить истинное сокровище жизни самого Господа, из которого все и им, и к нему. Внутри собора горят свечи, а праздничную атмосферу создавали религиозные песнопения и молитвы. Например, своим пением богослужение украсил хор собора, а в это время верующие молятся о мире в каждом доме и в каждой семье. Рождество – это самый главный праздник у нас в православии, рождение Христа. Это же наше как бы спасение. Пришел Христос, Он воплотился, стал человеком Бог. Бог стал человеком, чтобы спасти человека. Бог пришел, стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это начало человеческой истории, что люди стали возвращаться к тому состоянию, в котором были, когда Господь создавал всех нас. Рождение Господа нашего Иисуса Христа, что Он стал человеком. Это радость, что Бог нас так любит. Это пост, прежде всего. Наряжаем елку, подарки готовим. Начало празднику положила библейская легенда. Именно в этот день в Вифлееме, находящейся к югу от Иерусалима, на свет появился Иисус Христос. Его рождение начинают праздновать в Сочельник вечером 6 января. Согласно легенде, в этот день на небе появилась первая звезда. Та самая, что некогда привела Вифлеем, волхвов. Днем после Рождества близкие обычно дарят друг другу подарки и обмениваются пожеланиями добра и счастья. Айдана Сенденма, Владимир Суртук, Ангар Кужигат, телеканал ТУВА24. К другим темам. Доверенные лица кандидатов в президенты Владимира Путина 5 января в региональном избирательном штабе встретились с представителями волонтерских организаций ТУВА. На мероприятии обсудили актуальные вопросы и планы на Новый год. Каков будет вектор волонтерской деятельности нашей молодежи, узнавала Орлана Байду. По всей республике действует не одно молодежное волонтерское движение. На базе регионального избирательного штаба кандидатов в президенты Российской Федерации Владимира Путина была организована встреча с активистами сообществ и их руководителями. В этом году основным упором волонтерской деятельности будет помощь семьям участников специальной военной операции. И уже с первых дней Нового года активисты-волонтеры традиционно начали с добрых дел и протянули руку помощи нуждающимся. Я помогаю людям. Ранее у нас было мероприятие. Мы в роли аниматоров приходили в детский дом, развлекали детишек. И совместно с нашей организацией мы выделили нескольким семьям по двум мешкам угля. На встречу пришли доверенные лица кандидатов в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Владимир Тулуш – руководитель школы Олимпийского резерва, а также Татьяна Шарыпова – директор школы номер один города Кызыл. Спикеры поделились своими воспоминаниями о своей активной юности и поддержали идеи ребят по волонтерской деятельности. Сегодня была такая встреча, чтобы немножко поговорить, еще раз познакомиться, чтобы ребята смогли в будущем занять правильную такую свою жизненную позицию. И не просто сами, но и конечно смогли привлечь к этой позиции и своих друзей, знакомых, всех тех, с кем они дружат. Во все времена молодежь была движущей силой. Впереди, скажем так, всей планеты всегда была молодежь. Сегодня я очень рад вспомнил свои молодые годы. В те времена тоже были студенческие отряды. Мы тоже активно принимали участие в разных мероприятиях. Волонтеры играют огромную роль в нашем обществе. Они оказывают помощь и поддержку не только семьям участников специальной военной операции, но и другим нуждающимся людям, включая пожилых. Добровольцы вносят свою лепту в развитие страны в целом, в том числе и республики, посвящая свое время и усилия. Как отметили в региональном избирательном штабе, такие встречи будут проходить еженедельно. Пик обращения граждан в травмпункты приходится на новогодние каникулы. Не стал исключением и январь этого года. По каким причинам люди обращались в отделение поликлиники, где оказывают помощь получившим травму, узнала Инна Клоян. Медучие жидения Тувы продолжали оказывать медицинскую помощь в новогодние праздники. В обычном режиме работали станции скорой медицинской помощи, стационары, травмпункты, а также кабинеты неотложной медицинской помощи. В период с 30 декабря по 8 января в травмпункт Кызыл обратилось 287 граждан. Это на 43 обращения меньше, чем в прошлом году. Причины обращений самые разные – от легких ушибов до серьезных ножевых ранений. Из них взрослые 231, детей процентов 20, это 56 человек поступили. В основном преобладают переломы 124 человек, из них дети 24, вывихи 10, из них детей 4, ушибы 108 человек обратились, детей из них 18. Кроме того, от укуса собак пострадали 12 человек, из них четверо детей. Из-за обморожения в травмпункт обратился один человек. Новогодние праздники жители республики провели по-разному. Кто-то это время провел дома, а часть населения выбрала активный отдых на природе. Так получили травмы и те, кто неосторожно скатился с горки – 18 человек. Есть один взрослый, пострадавший от петарды. Также криминальные травмы получили 26 человек, среди которых один ребенок. Причинами являются на катке пострадали, и лучше бы желательно не кататься на ватрушках, что больше травма опасна, и больше следить за детьми. В основном травмы бывают из-за скользких дорог, что рекомендуется носить удобную, не скользящуюся обувь. В резбольнице подчеркнули, что все врачи, сотрудники среднего и младшего медперсонала, которые в праздничные выходные дни находились на дежурстве, справились с возложенными на них обязанностями, а всем пациентам была оказана своевременная и необходимая помощь. С 30 декабря по 3 января в Центр по оказанию социальной реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в алкогольном опьянении, доставлено свыше 450 человек в нетрезвом состоянии. Причем 19 из них повторно. О трудовых буднях Ресцентра поддержка в новогодние выходные смотрите в материале нашего корреспондента Аэросад. 5 января, 12 часов дня. К сожалению, для многих граждан находиться в нетрезвом состоянии в общественном месте уже обыденность. Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения поддержка совместные рейды проводят ежедневно. Так, всего за 5 дней в МКУ-центр были доставлены более 450 человек в нетрезвом состоянии, 100 из них – женщины. Возрастная категория от 20 до 30 лет, от 30 до 40 лет и от 40 до 55 лет. Не более трех часов содержим. И мы обеспечиваем совместно с приют поддержкой горячим питанием. Как показывает статистика, пьяных людей в большинстве случаев доставляют с площади Арбат, территории центрального рынка, Востока, базы РПС, левобережных и правобережных, дачных обществ и других частей города. В основном все они – неработающие граждане. Все доставленные обеспечиваются горячим питанием. Людей, которых к нам доставляют, мы обязательно кормим. В день один раз. Сегодня у нас горячий суп и какао. Меню каждый раз обновляется. Например, это борщ, гороховый суп или же щи. Мы кормим всех, кто к нам поступает. В новогодние праздничные дни количество нетрезвых на улицах Кызыла становится больше. Благо, сейчас не такие трескучие морозы. В холодный МКУ-центр, как правило, бывает переполнен. Многие бездомные приходят сами, чтобы согреться или отоспаться. Но многие негодуют и не хотят понимать, почему их веселые компании помешали. Тем самым спорят с теми, кто всячески пытается помочь. Аэросад Владимир Ширтуки, Софья Сайт, телеканал ТУВА-24. Во время рейдов с 30 декабря и по 8 января в МКУ-центр доставлен 601 гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Социальные работники предоставили разные услуги. Бесплатное горячее питание, консультации по правовым вопросам, психологическое консультирование, дезинфекция одежды и обеспечение одеждой и обувью. Необходимо отметить, что коллектив Рейс-центра «Поддержка» провел работу по возвращению родственникам двух граждан без определенного места жительства. В Национальном театре прошло прощание заслуженной артисткой России, народной артисткой ТУВЫ, обладателем высокого звания ТУВА-ЧУНОМ-ЧУРГО-ОРЛЫ, Анны Щеринул. Она покинула этот мир на 78-м году жизни. Проститься спокойно пришли родственники, близкие, коллеги и поклонники ее творчества. Всю свою творческую жизнь Анна Айоновна посвятила Тувинскому театру, куда пришла работать в 1968 году после окончания Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии. Тяжело переживают утрату ее коллеги, коллектив Национального театра ТУВЫ. Галина Мудзук рассказала, что вместе с Анной Шеринул они проработали на протяжении 44-х лет. Конечно, с малых лет видела их на сцене, как они играли, как они работали, естественно, на гастроли, как они участвовали в наших, даже в детских спектаклях, в детских, когда помимо работы, как они с нами нянчились. То есть вот это я очень хорошо помню. И, конечно же, я очень рада была, что всю жизнь, насколько вот работали мы вместе в театре, с тем, те люди, которые они, ну, просто преданные. И вот действительно, прослужила только одному своему родному театру. И теперь, конечно же, те роли, которые она играла, это, конечно, это невосполнимая утрата. Больше полувека своей жизни Анна Юновна посвятила сцене. Она была примером стойкости и верности своему театру. 55 лет служения искусству. Жажда творчества, неоспоримое мастерство, отточенное трудом и преданностью своему ремеслу. Мастер Тувинского театрального искусства сыграла более сотни ролей. За свою жизнь она получила очень много наград, которых не сосчитать. Это человек, который вел себя по-настоящему достойно. Поэтому она была как бы наставником для наших молодых актеров. Она умела сделать правильное замечание, умела подметить какую-то деталь, которая помогла бы актеру выразить роль еще лучше. Ну, это благодаря опыту ее работы. Вот такой она была человек, который подсказывал, помогал и всегда пытался сделать свою работу и работу своих коллег лучше. Ее образы на театральной сцене захватывали зрителей своей творческой выразительностью. Преданность выбранному ремеслу театру заслуживает глубокого уважения и признания. Сегодня в театре я просто тронута тем, как тепло они отзываются, как ее тепло провожают. Конечно, выступил дядя до меня. Он благодарил правительство. Конечно, надо благодарить за такое признание высокое ее заслуг перед нашим любимым театром. Это воистину народная артистка. Анна Юновна до последнего продолжала работать, была бодра, строила планы. Своей самоотверженностью она подавала пример молодому поколению. Вместе с мужем Анна Ширенол сыграли немало ролей. Глава Тувы Владислав Хавалык отметил, что их дуэт считался одним из самых ярких. Вместе с супругом, заслуженным артистом России, народным артистом Тувы Хертеком Албизековичем Ширенолом они были одной из самых ярких звездных творческих пар. Анна Айюновна бережно хранила память о муже, издала книгу воспоминаний о нем, сборники его стихов. В свои 78 лет она до последнего продолжала работать, была бодра, строила планы, по-матерински опекала молодых артистов. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Проститься замечательной, любимой многими поколениями артисткой пришли десятки поклонников. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. К новостям спорта. В спортзале Хриел в новогодние выходные состоялось первенство по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Участвовали ребята почти со всех районах республики. Юные спортсмены боролись за право на участие в первенстве Сибирского федерального округа. Всего участников 210, 30 из которых девушки. Соревнования проводятся в пяти разных весовых категориях. Первенство проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации вольной борьбы в республике. Это официальное первенство республики Тува среди юношей до 18 лет. Это 2007-2008 года. И здесь проводятся и юноши, и девушки. Первенство республики Тува. Отборочное первенство, которое будет отбираться на первенство Сибирского федерального округа, который будет проводиться 9, 10, 11 февраля в городе Козуле будет проводиться. Квалифицированные судьи и тренеры строго следят за прохождением турнира, стараясь по справедливости выявить сильнейшего. Сегодня мы приехали на соревнования по спортивной борьбе из Цунхемчикского района. Приехали 18 участников и 8 тренеров. Все наши ученики хороши в своем деле, и мы возлагаем на них большие надежды. Конкуренция большая, ведь почти из каждого угла Котувы съехали сильнейшие ребята, желающие покорить Алим вольной борьбы. Одна из них – Далчана Опай, которая занимается вольной борьбой два года. Сегодня я приехала порадовать своих родителей, убедить себя в том, что я смогу, и доказать то, что все мои попытки, все мои старания, они не зря. И мой пот, он пролит тоже не зря. В спортивном мире спортивная борьба занимает особое место. Эта дисциплина требует от спортсменов не только физической силы и ловкости, но и умения принимать стратегические решения во время поединка. Именно с такими навыками столкнулись юные спортсмены, участвующие в первенстве по спортивной борьбе. Это настоящее соревнование молодых талантов, где каждый спортсмен стремится показать свои умения и достичь успеха. Отметим, что победителей впереди ждет серьезное испытание на уровне Сибирского федерального округа. Сегодня в региональном проявительстве состоялось первое обратное совещание в наступившем году, на котором все ведомства читались по обстановке в республике на период новогодних и рождественских праздников. Тему продолжит наш корреспондент. На период празднования Нового года и Рождества в республике был организован ряд комплексных мер по охране общественного порядка. Всего за эти дни в республике проведено 256 мероприятий, где приняло участие около 10 тысяч граждан. Всего в праздничные дни было задействовано 551 сотрудник полиции, 23 сотрудника Росгвардии и народных дружинников в количестве 733 человек. На территории республики зарегистрировано 32 преступления. Аналогичный период 68, то есть на минус 53 процента снижения. Из 32, 21 преступления это выявлено инициативно сотрудниками органов внутренних дел. За рассматриванием праздничных дней совершено 9 тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Все раскрыты. В прошлом году их было 20. Министр МВД отметил, что в период празднования Нового года на территории республики на 5 процентов увеличилось количество преступлений, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции. Всего в отношении виновников составлен 51 протокол и проводятся проверки. Также отчиталось ЕМЧС за минувшие праздничные дни. На территории республики чересчайных ситуаций не зарегистрировано. В выходные и праздничные дни подразделения главного управления функционировали в усиленном режиме. Организовано дежурство ответственных должностных лиц. По организации работы взаимодействия в части обмена информацией, а также реагируя на оперативные события органов повседневного управления, муниципальных образований республики проблемных вопросов не возникало. Задержек представления информации не допущено. По данным регионального МЧС, на территории республики за минувшие выходные зарегистрировано 3 сейсмические активности в Тоджинском, Пахемском и Тарихольском районах. Жертв и разрушений нет. Также на совещании отчитались и об эпидемиологической обстановке в регионе. За первую календарную неделю нового года зарегистрировано 659 экстренных извещений. Из них 92,2% приходится на заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, 608 случаев, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 26%. В республике наблюдается увеличение количества заболеваний ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. В связи с этим Роспотребнадзор призывает граждан и организации придерживаться комплекса мероприятий, направленных на недопущение заражений ОРВИ. Мы поддержим производство беспилотников, которое около месяца назад в ТУВЕ запустил ветеран СВО. Об этом на своей странице в социальных сетях написал глава ТУВИ. Владислав Хавлык сообщил, что ведется сборка беспилотных летательных аппаратов в двух типах – ударных и используемых для разведки. Пока беспилотники производятся в ограниченном количестве и исключительно для тренировок бойцов 55-й гвардейской мотострелковой бригады, приезжающих в ТУВУ для обучения и оттачивания навыков боевого применения дронов. Ветеран, запустивший производство, кавалер Ордена Мужества и Ордена Буян-Бадыргы, перед спецоперацией, где он был ранен, воевал в Сирии. Опытный военнослужащий понимает, что дроны важны для разведки и сохранения жизни наших бойцов. Средства, полученные от государства, за ранение в бою. Наш земляк вложил в производство беспилотных летательных аппаратов. Часть комплектующих для беспилотников печатают на 3D-принтерах. Поручил правительство ТУВУ выработать меры поддержки, чтобы нарастить выпуск дронов и начать поставлять их в зону СВО. В конце прошлого года силами неравнодушных земляков удалось отправить предновогодний груз помощи нашим бойцам на передовую. Начало нового года запомнится сбором гумпомощи уже к Шага. Кто в числе первых присоединился к акции, узнавала Орлана Байду. В стенах регионального филиала Госфонда защитники Отечества объявлен запуск сбора гумпомощи нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Первыми к акции по отправке груза к празднованию Шага присоединились две организации – Национальный театр и региональный филиал «Роскадастр». Благодаря частичному сбору от концертов республиканских артистов удалось накопить достаточную сумму, чтобы отправить воинам всё самое необходимое – дроны, ноутбуки, телефоны и не только. Я считаю, что это зов предков. Когда началась Великая Отечественная война, ТНР тоже в стороне не осталось. И сразу вот сейчас, в данный момент, тоже наши парни, наш народ в стороне не оказалось. И они тоже, как наши предки, воюют в Украине. Сотрудники «Роскадастр», учитывая холодное время года, решили отправить землякам военнослужащим термобельё и дорогостоящие приборы ночного видения. Что артисты театра, что работники «Роскадастр» помощь бойцам СВО осуществляют на постоянной основе. Данное средство мы коллективно, от нашего коллектива, все сбрасывались на покупку данных приборов и одежды. Ну, во-первых, мне кажется, это наша такая обязанность – помогать нашим ребятам, которые принимают участие в специальной военной операции. Ну и, прежде всего, мы должны все делать для того, чтобы как можно быстрее приблизить победу наших бойцов. Всю собранную помощь передали лично в руки военнослужащим 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Военные отмечают, что современные технологии необходимы сейчас их сослуживцам для успешного выполнения боевых задач. Спасибо всем неравнодушным землякам, всем коллективам, которым нам помогают и помогали для этого, и которые за предоставленные нам оборудование, современную технику, сердечно. Мы еще раз будем благодарны от всех ребят, которые участвуют в зоне спереди и от всего коллектива 55-й церковной гвардейской бригады. Планируется, что машина с грузом отправится к военнослужащим из Тувы на передовую в начале февраля. И в канун шага бойцы смогут получить помощь из родной республики. Сбор осуществляется по заявкам самих военнослужащих специальной военной операции. Мы призываем земляков принять участие в сборе гумгруза. Пункты сбора у нас работают в исполкоме Народного фронта. Это Тувинский добровольцев, дом 3, торговый дом Нарзин. И в Госфонде защитники Отечества по улице Красный Партизан, 30, кабинет 106. Как нам удалось выяснить, в перечень вещей первой необходимости для бойцов входит теплая одежда, технические средства, печки, буржуйки, обогреватели, генераторы и мясо. Орлана Байдуба, Ян Монгуш, Доржуссад, телеканал Тува-24. Зимние каникулы – это время, когда школьники могут отдохнуть от учебы и заняться своими увлечениями. Ученики Байхакской школы не стали исключением и провели праздничные выходные разнообразно и интересно. Чем же занимались школьники, выясняла наша съемочная группа. Репортаж из Тандынского района. Новогодние каникулы – это особое время, когда все стремятся забыть о повседневных заботах и насладиться весельем, отдыхом и развлечениями. Досуг для ребятишек администрация школы продумала до мельчайших деталей, чтобы каникулы прошли незабываемо. В период новогодних каникул в нашей школе запланировано большое количество мероприятий по утвержденному плану Кожуны и Министерства образования. Для выпускных классов проводились дополнительные индивидуальные занятия, консультации в рамках проекта «Зимняя школа». Как рассказала директор Байхакской школы, 30 декабря по их приглашению приехал благотворительный фонд «Красноярска» с театральной постановкой «Рождество». Представления охватило 300 детей начальной школы. Также проводились психологические тренинги, профилактические акции, отрядов ЮИТ и МЧС, профориентационные беседы с выпускниками прошлых лет, которые ежегодно приходят в гости и делятся своими успехами. Работали временные досуговые центры и спортивные секции. Ученики заняли второе место по мини-футболу в рамках федерального проекта «Минифутбол в школу». И в последний день каникул проводилась Федеральная олимпиада по родному языку. Сегодня у нас проводится в данное время Федеральная олимпиада по тувинскому языку, где самые активные знатоки тувинского языка принимают участие онлайн. Под руководством учителя родного языка и литературы Уин Зинаиду Вяжоловну. Каждый год наши учащиеся принимают участие и обязательно приносят нам призовые места. Олимпиада проводилась в онлайн-формате, то есть через интернет. Но были соблюдены все требования, никаких телефонов, никаких подсказок. Дети понимают, что здесь идет работа на самостоятельность. Я пришла участвовать в олимпиаде по родному языку. Мы уже прошли отборочный этап. Я решила участвовать, потому что мне очень нравится родной язык. Я хочу изучать свой родной язык. По словам ребятишек, новогодние каникулы в Байхакской школе прошли на ура. Ученики с удовольствием принимали участие во всех спортивных и культурно-досуговых мероприятиях. Получили массу положительных эмоций от своих достижений и времяпровождения. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.